Всем привет! Сегодня разблокировка графического ключа. Данный способ также поможет, если у вас пин-код, либо пароль. То есть забыли, не помните, и нужно его убрать. Но убрать его просто так не получится, и нужно делать сброс настроек. Но при сбросе настроек данные с внутренней памяти телефона удалятся. По-другому никак его не убрать. Итак, ну, как сказать, то есть данная ситуация также поможет, если вы просто хотите выключить телефон, но у вас не выключается. И, то есть, потому что в старых методах для того, чтобы сделать сброс настроек, необходимо было выключить телефон, да, либо перезагрузить, и затем просто нажать определенную комбинацию кнопок. В данном случае это не помогает. И что делаем? Нужно одновременно нажать кнопку включения и громкость вниз, нажать их и держать. Когда экран станет черным, телефон завибрирует, затем нажать кнопку громкости вверх и включение. И затем появится сервисное меню. Вот, смотрите. Так, нажимаем громкость вниз и включение одновременно, и держим. Так, нет, не так. Еще раз. Так, нажимаем и держим. Является вот такое вот меню. Так, черный экран. Является заставка. И нажимаем включение и громкость вверх. И держим. Отпускаем. То есть, если нажали правильно, то появится сервисное меню. Если неправильно, то вот такая вот надпись Samsung. Теперь будем делать заново все это. Ждем, пока загружается телефон. И затем опять нужно будет нажать громкость вниз и включение. Затем, когда экран станет черным, нажать громкость вверх и включение. Так, нажимаем громкость вниз и включение. Экран потемнел. Нажимаем громкость вверх и включение. Появилась заставка. Ждем еще несколько секунд. И отпускаем кнопки. И у нас появляется сервисное меню. Здесь кнопкой громкости вниз передвигаемся на пункт Vibe Data Factory Reset. Затем нажимаем кнопку включения. Затем громкость вниз на пункт сбросить настройки. И кнопку включения. Идет сброс. И первоначальное меню Reboot System Now. Подтверждаем кнопкой включения. И пойдет сброс настроек. Сброс настроек идет примерно минуты, наверное, 4-5. Нет, возможно, даже минут 6. И дальше может быть 3 ситуации. Первая ситуация, как в данном случае, на телефоне нет привязки аккаунта. И телефон просто загрузится. То есть пропустите все настройки. То есть ни интернет подключения, ничего не нужно будет. Просто настраиваете как надо. Либо просто пропускаете и запускается рабочий стол телефона. Вторая ситуация, когда есть привязка Google аккаунта на телефоне. Вы делаете сброс настроек. У вас появляется первоначальное меню. И затем телефон у вас просит подключение к интернету. Либо по Wi-Fi, либо по SIM-карте. Вы подключаетесь. Если у вас стоял пин-код, пароль, либо графический ключ. Он запросит пароль. Но его вводить не обязательно там. Потому что вы его не помните. Вы же делаете сброс настроек. Брос пароля. Там будет надпись. Использовать аккаунт Google. Вы нажимаете по этой надписи. И затем появляется окно подтверждения аккаунта. Вы вводите e-mail и пароль от аккаунта Google. И телефон далее загружается на рабочий стол. В принципе и все. А третья ситуация. Это когда вы делаете все то же самое. Подключаетесь к интернету. Пропускаете. Ну то есть использовать аккаунт Google. Но аккаунт Google вы не помните. То есть ну либо e-mail помните, пароль не помните. Возможно в данном случае вам поможет видео по разблокировке аккаунта. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Либо вот здесь сбоку подсказка появится. Либо в конце этого ролика. Там мы делали получается с русским интерфейсом и с английским интерфейсом. Для того чтобы проверить тот способ. Будет работать и так и так. И да, действительно оказалось, что он и на русском интерфейсе, и на английском интерфейсе работает одинаково. Скорее всего и на других языках те способы будут так же работать. Ну тот способ. Сейчас нам остается подождать. И потом покажу как определить, есть привязка аккаунта или нет. Делается довольно просто. Если телефон будет у вас запрашивать пароль. Пароль, говорю, будет запрашивать подключение к интернету. То соответственно есть привязка к аккаунту. Так как без подключения к интернету дальше не продвинетесь. И соответственно нужно будет потом вводить данные аккаунта. Итак, ждем, ждем, ждем. Продолжение следует... Если у вас какая-то другая модель телефона, то в описании будет ссылка на плейлист по разблокировке. Потому что бывают разные версии прошивки, разные версии Android. И соответственно могут быть разные способы разблокировки. Поэтому если вы делаете на компьютере, смотрите видео, можете воспользоваться поиском. Но если на телефоне просто смотрите более-менее новые способы. Допустим, вот способ Samsung J4 Plus на данную модель он не подойдет. И был предыдущий способ, какой-то там из стареньких, он тоже уже не подойдет. Поэтому смотрите более новые способы и скорее всего они подойдут именно на вашу модель телефона с конкретной прошивкой на вашем телефоне. Да, перезагрузка идет что-то прям... Действительно, там даже, наверное, минут 7 или 8 перезагрузка идет. Сама разблокировка, по идее, идет, наверное, минуту-полторы. Ну, если без объяснений, без всего вот этого вот. А сброс настройок у нас идет минут 7-8. Субтитры сделал DimaTorzok Запуск Android. Ну, это еще, скорее всего, сейчас, да, установка приложений пойдет. Это еще секунд 20, наверное. Или даже больше. Ну, в общем, в принципе, дальше загрузится рабочий стол. Нет, рабочий стол, телефон еще не загрузится. Загрузится меню. Здесь на телефоне нет привязки аккаунта. То есть это, говорю, для тех, кому лень ждать. То есть, в принципе, дальше уже ничего такого не будет. То есть просто загрузите все. А именно, если у вас появится после подключения к интернет подтверждение аккаунта, окно его не помните, то переходите по ссылке. Ссылка будет в описании под видео. Либо вот здесь подсказка появится справа в углу. Ну, либо в конце ролика. Вот здесь вот будет ссылка на видео по разблокировке аккаунта. Ну, и кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. Будем рады новым знакомствам. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, и можете подписаться на наш основной канал. Ссылка на него также будет в описании под видео. Спасибо. 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 Что появляется у нас в первоначальном меню? Здесь нажимаем на стрелочку, продвигаемся далее. Здесь подтверждаем галочку, ставим, нажимаем далее. И вот здесь кнопка пропустить активно. Пропускаем, нажимаем и продвигаемся далее. Если у вас будет сообщение о том, что был сброс настройки, необходимо войти в аккаунт, то, соответственно, у вас есть привязка аккаунта. Если вы подключаетесь к интернету и затем не помните аккаунт, то смотрите видео по ссылке. Возможно, оно вам поможет. Мы же пропускаем все настройки, продвигаемся далее. И все, запускается у нас рабочий стол телефона. Оп. Угу. Так, настройки. Сведения о телефоне. А-41, А-415, сведения ОПО. В принципе, и все. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.